добрый день коллеги у нас очередной вебинар так и сегодня он посвящен проблеме панкреатодигестивных анастомозов я прошу напишите пожалуйста в чате слышно ли потому что у нас бывают периодически проблемы со звуком чтобы мы уже начинали вебинар четко понимаю что всем слышно спасибо всем кто подключился вроде как слышно отлично хорошо спасибо итак давайте начнем хирургия подзвучной железы началась в девятнадцатом веке и здесь я написал течи это действительно люди которые начали это хирурги это 10 балл первая резекция кисты это тренделенбург первая дистальная резекция подзвучной железы это естественно теодор бельрод 1 панкреат панкреатодигестивных анастомии и холстед это первая панкреатодигестивная резекция официально была произведена восьмого февраля 1898 года была она произведена хирургом который по сути был травматолог ортопед звали его александра кадевила и работал он в маленькой маленькой больнице в городе имала в италии вот это больничка была эта больница была где-то на 20 коек операцию он произвел 8 февраля больная умерла через 24 года буквально где-то через две недели холстед сделал первую в мире папилоктомию и долгое время информация о кадевиле была неизвестна где-то в 20 веке уже были опубликованы статистики были опубликованы операционные журналы госпиталя вымали где был протокол этой операции официально сегодня это человек впервые в мире выполнивший гряд дональную резекцию надо сказать что в конце 19 начале 20 века панкреат дональная резекция стандарте делась в два этапа первом этапе накладывались холецисты это раностомоз ну какой-то били дегестировал астомоз во втором этапе производила сама резекция и хостед написал что путь панкреат дональю резекцию открыла в первую очередь учение о группах крови и во вторую очередь векасол как не странно векасол применялся при механической желтухе как средство нормализующая свертывающую систему вот кофе в 909 году уже провел экспериментальное обоснование панкреат дегестировал астомоз обратите внимание очень интересный очень сложный панкреат энтеронастомоз с погружением культи поджелуши железы в образованную трубку из тонкой кишки эта работа была экспериментальная на собак кауч в 2009 году выполнил первую успешную панкреат дональю резекцию поэтому а если в америке панкреат дональю резекции называется операцию и по европе часто называют операцию и по каучу аллен олдфаза выпал это один из основоположников хирургии поджелушной железы америки и человек который впервые в мире выполнил одномоментную панкреат дональю резекции до этой поры одномоментной практически не выполнялись выполнялись только двухэтапных история выполнения одномоментной она достаточно тоже своеобразно потому что выпал пошел на показательную операцию по поводу условно рака желудка и уже во время операции он понял что это рак головки однако из-за того что было много слушателей курсантов он решил не останавливать операцию и довел ее до конца вот таким образом была выполнена первая панкреат дональю резекции дальняя умерла через 30 часов от несостоятельности панкреат энтероностомоза и как раз это была работа где выпал увидел а первый панкреат энтероностомоз он накладывал керкута увидел полное расхождение анастомоза и разлитой перитонит из-за того что керкутова нить была полностью рассосавшись и с этим следующая операция уже выполнена с применением шелковой нити больная выжила и вот его работы послужили основой к тому что керкут значительно уменьшился применению соединенных штатах ему на смену пошел шел в том числе и в области панкреат дегестивного анастомоза дальше child это вариант панкреат энтероностомоза так называем погружного называют данкин инвагинационного анастомоза котель это вариант анастомоза дуб мукоза это соединение протока со слизистой стенки кишки а если мы говорим семидесятые годы то вначале был достаточно большой негатив потому что панкреат додональная резекция сопровождалась резерве летальностью до 30 процентов однако затем пошли работы вот например 3d это очень известный керок который показал 118 панкреат додональных резекций без летального исхода это работа 90-го года и в общем-то в 80-е 90-е годы это активное развитие панкреат и дегестивной хирургии развитие внедрения панкреата додонального анастомоза где-то к 20 21 двадцатому веку 21 наверно века да была сформулирована вопрос о том что сам анастомоз это ахиллесово пита подверг если техника моделизации техника удаления опухоли была разработана и даже резекция сосудов не представляла из себя какую-то глобальную проблему то техника наложения панкреат дегестивного анастомоза постоянно дебатировалась сколько и каких осложнений после этого анастомоза наблюдалось постоянно обсуждалось и в общем-то не было единого мнения вот это в 2004 году это клаудио басси предложил анализ того какие методы применялись для оценки несостоятельности анастомоза ну или то что называется панкреатической фистулы вот смотрите четыре разные методики применены для оценки это четыре известных метода которые применялись разными авторами процент несостоятельности колеблется от 28 процентов до 10 соответственно было невозможно сравнить одну работу с другой так как применялись разные методы оценки невозможно было сказать какая из методик наложения анастомоза лучше а какая хуже поэтому в 2005 году было собрано такая международная конференция которая выработала основные принципы названия панкреатической фистулы панкреатическая фистула это вытекание панкреатического сока за пределы внутреннего части кишки и на сегодня панкреатической фистулы после этого консенсуса называется любое количество жидкости через трое суток после операции при условии что уровень амилаза в ней более чем в три раза превышает уровень амилаза крови это основной показатель которому приз привязаны пристегнуты все наши результаты и которые позволяют сравнивать результаты одного вида анастомоза с другим дальше фистулы делятся на три варианта abc если фистула тип а не требует какого-то изменения лечения сильно не влияет на финансовую часть операции фистула тип b уже требует лечения дополнительного задержки больного и возможно повторной госпитализации фистула тип c это как правило тяжелое состояние больного развития разного рода осложнений и вполне возможные летальные в 2010 году еще одна международный консенсус сделал классифицировал вообще как таковые анастомоз первоначально он их разделил на панкреат энтеро панкреата гастро дальше разделил на слизистая с протоком инвагинационный анастомоз без стента со стентом наружно панкреатический стент либо другой вариант стента ну и по типу самого состояния железы диаметр протока менее 3 миллиметров более 3 мм мобилизация к уйти железы менее одного сантиметра и более одного сантиметра сейчас извините пожалуйста но это классификация к сожалению до сих пор не нашла широкого распространения очень мало работ которые по ней классифицируют панкреатический панкреатодигестин анастомоз если мы возьмем современную классификацию то в первую очередь выделяет вариант панкреатэнтеро анастомоза проток слизистая это наиболее частый на сегодня применяемый вариант анастомоза есть вариант я его называю промежуточный это вариант который предложил маркус бюхлер и два варианта инвагинационных анастомоза один сворачиванием а второй без ворачивание по-другому называется телескопический давайте мы их разберем вариант проток слизистая наиболее хорошо описан стивеном страссбергом и этот анастомоз где идет точная адаптация протока с вырезанным отверстием в стенке кишки причем проток адаптируется со слизистой стенки кишки вот нарисованы этапы наложения анастомоза по данным самого автора было наложено 123 анастомоз из которых было четыре фистула ну то есть процент образования фистула 3 процента вот очень хороший процент для панкреатодигестивного анастомоз а для того чтобы накладывать анастомоз проток слизистая надо понимать еще и структуру самой ткани железы и расположение проток вот здесь работа японских авторов которые показала что есть четыре типа строения то есть треугольный а воинный плоский и с расположением протока вдоль задней стенки и соответственно несколько адаптируется либо модифицируется вариант наложения анастомоза видите анастомоз может накладываться по кругу а при а воинном типе анастомоз накладывается дитки накладываются практически по прямой при расположении протока у заднего края железы два шва должны обязательно захватывать стенку протока и задний край железы вариант анастомоза проток слизистая это так называемый анастомоз бумгарда интересная история что он опубликован в книге бумгарда по хирургии печени и поджелудочной железы но опубликован он не бумгартом хотя носит его и это такой сквозной шов стенки поджелудочной железы которая она подшивается к стенке кишки при этом проток отдельно вшивается в отверстие стенки кишки вот анастомоз это намного проще чем анастомоз типичный классический анастомоз проток слизистая по результатам он не сильно отличается от этого анастомоза хотя вот эти данные говорят что где-то он лучше это одна из модификации анастомоза бумгарда также предложенная также по словам самих авторов если говорить после операционной фистова этот анастомоз оказался лучше но при дальнейших наблюдениях вариант бумгарда сравним с вариантом анастомоза проток слизистой еще раз говорю отличие в том что как правило он накладывается проще промежуточная анастомоз бюклер предложил вшивать проток не с отверстием кишки а делать вот такое более широкое отверстие в которое вшивается примерно одна треть среза подзвучной железы и диалоги в том что помимо главного протока через срез железы могут открываться несколько второстепенных проток если вы точно адаптируете проток слизистой второстепенные протоки продуцируя покреатись к соку могут выливаться наружу при таком сшивание почти весь срез железы не везем подчеркиваю но почти весь срез железы сшивается с стенкой кишки при этом обязательно два три шва проток подсылается к кризисе вот это вариант бюклера по его варианту на 216 анастомозов было 4 фистулы единственный вопрос своей фистулы он измерял не по современной классификации фистулы по более старой и реально фистул должно было быть больше тем не менее этот вариант дает где-то 2-3 процента фистул тоже один из очень серьезных вариантов наложения анастомоз следующий анастомоз это уже инвагинационный анастомоз тогда когда весь срез подсылочной железы погружается в стенку кишки без отдельного сшивания протока и слизистой в данной ситуации это сделано на внутреннем стенде вот как видите да как правило этот анастомоз двухрядный в этой ситуации вариант не очень сильный еще один вариант анастомоза конец бог с полным погружением просвета подзвучной железы в просвет кишки в данной ситуации сравнена анастомоз проток слизистой с инвагинационным и особых различий не получил еще один анвагинационный анастомоз но здесь уже полная инвагинации видите на протяжении 2-3 сантиметров стенка кишки погружается конец конец в просвет тощей кишки и вот так вот сшивается интересно анастомоз при этом какого-то преимущества при стандартном анастомоза проток слизистая в результатах этого автора не получит вариант так называемого телескопа это когда подзвучная железа погружается в просвет кишки но без инвагинации стенки кишки кишка как бы одевается на подзвучную железу вот в этой ситуации 52 сделаны операции при которых 0 процент фистола единственный вопрос здесь надо понимать да что при таком малом количестве операций сравнение этих результатов с другими достаточно сложно но это один из самых простых вариантов анастомозов в своем наложении китайский автор пенк сделал свой вариант который он назвал усиленный интересный очень основной также вариант телескопа но при этом шва на подзвучную железу не кладется кладется один кисетный шов на стенку кишки которым она обжимает подзвучную железу здесь очень важно что автор этот последовательно публиковал работу в последней его работе было порядка 150 пакреатре анастомоза всегда нулевой процент несостоятельности всегда но здесь надо указать еще этот автор первый кто начал смотреть какое давление выдержит этот пакреатре анастомоз вот по его словам не менее 40 миллиметров водного столба это где-то 30 сантиметров тутного столба у него этот анастомоз выдерживал без появления жидкости то есть без несостоятельности кстати говоря подавляющее количество работ как экспериментальных так и клинических не следует какое давление выдержит этот анастомоз сразу после наложения либо в процессе своей жизни это тоже самое анастомоз пенга усиленный вопрос в том что сам пент публикует нулевой процент несостоятельности но когда попробовали в перспективном исследовании во франции сравнить анастомоз пенга с анастомозом протоктической разницы несостоятельности не получилось к сожалению еще один интересный анастомоз тоже называется бесшовно ну одна из идей хирургов это не класть швы на срез подзвучной железы постараться чтобы срез был без лигатур вот накладывается кисет здесь лигатура накладывается по периметру кишка погружает подзвучная железа погружается в кишку затягивается кисет и потом этими швами вторым рядом подшивается стенка кишки которая грубо говоря окружает инвагинированную подзвучную железу все вот эти анастомозы надо сказать но сейчас стали степенный характер к основным относятся анастомоз проток слизистая и анастомоз инвагинационных японское исследование которое его все японские наблюдения это где-то более 3000 анастомозов где они сказали что самым самым частым анастомозом полторы тысячи случаев это анастомоз проток слизистая и если говорить по несостоятельности то принципиальной разницы в несостоятельности между этим анастомозом и каких-то другими их нету то есть наиболее распространенного анастомоз скажем применяемый в японии до последнего времени это анастомоз проток слизистой дальше после панкреаты энтера появились панкреаты гастро анастомоз интересная идея инвагинировать культюм поцелушей железы в желудок и таким образом добиваться герметичность это работа клаудио басси это работа уже 21 века где вот такой вот накладывается панкреаты гастро анастомоз с задней стенки с однорядным швом с результатами 8 процентов панкреатических вистов дальше такой же инвагинационный анастомоз по типу анастомоза блумгарда был сделан это уже бач и тоже 8 процентов панкреатических вистов есть вариант анастомоза где сделан проток слизистой на стенке надо сказать что панкреатогастро анастомоз последнее время все чаще и чаще применяется причем чаще всего именно инвагинационный проток слизистой применяется достаточно редко это и такой эксклюзивный анастомоз достаточно экзотичный монтенегро называется анастомоз где делается такой как бы отдел из желудка отделенный от основного желудка уже куда вшивается кишка панкреатических вистов 4 однако работ публикующих это анастомоз это буквально единичная работа ну и конечно пенк сделал тоже свой вариант анастомоза который он также назвал усиленным на анастомоз при котором на подзвучную железу швы не накладывается накладывается кисет на стенку желудка этим кисетом обнимается железа по его словам при наложении такого анастомоза также панкреатических фистол не было когда сравнили панкреатэнтер и панкреатогастро анастомоз ну это большой метаанализ он правда уже по моему старый 2011 года достоверных различий ни по одному параметру не получили здесь вы видите да все в пределах разброс когда сравнили стентировать либо не стентировать наиболее активности стенты ставили внутренней или наружной в японии но при сравнении оказалось что результаты без стентирования лучше чем результаты со стентированием соответственно это речь идет об панкреатической фистол на настоящее время даже в самой японии уже не рекомендуют стентировать наложенную анастомоз еще одна работа где проведены перспективные исследования и не получено вообще различия между стентированными либо не стентированными больными считается что стенд несет себе положительного но может нести отрицательное ну как пример развитие за стента обструктивного панкреатита ульхстеггер провел исследование по тому где в какой точке лучше пересекать поджевшую железу оказалось что в той точке где мы стандартно пересекаем над ворота вены пересечения наиболее хорошие потому что наименьшее количество протоков обычно все таки помимо главного протока идет как минимум 12 дополнительно именно вот в этой точке перешейка переход как вправо так и влево уже увеличивает количество в срезе протоков и требует более тщательного решения вопроса о том применять или нет анастомоз проток вот эта работа су джи я на где он пересечения железы проводил с помощью скальпеля находя все трубчатые структуры находил он от 20 до 35 трубчатых структур каждую из которых он перевязывал находил отдельно главный проток главный проток вшивал при этом он не наблюдал пакриотических листов вообще это тоже работа стивена страйсберга о том насколько хорошо кровоснабжается решение понятно что когда мы делаем пакриот-диоднальную резекцию кровоснабжение перешейка уже идет из селезеночной артерии и вот здесь надо сказать эта работа показала что примерно у двух процентов больных это кровоснабжение недостаточно ну по автору они пересекали скальпелем и смотрели должно быть два кровоточащих актериальных сосудов если был один и кровотечение было не интенсивное то они делали ререзекцию примерно на 2 сантиметра отступя еще раз резекцировали подживочное железо при этом в случае когда они не проводили ререзекцию у некоторых больных возникала несостоятельность пакриота то есть кровоснабжение культи подживочной железы в общем один из факторов несостоятельности и на него тоже надо обращать внимание интересная работа была по риск адаптированная анастомоза при этом эта работа показала что если анастомоз стандартная стандартная железа без повышенного риска можно накладывать панкреата энтеро но если железа имеет повышенный риск несостоятельности преимущество становится перед панкреатогастром и на данный момент панкреатогастры постепенно вытесняют панкреатэнтера анастомоза так как этот анастомоз легче переносит несостоятельность в кавычках ли больные легче переносит несостоятельность больные реже требуют повторную операцию пытались разработать фактор риска фактор риска несостоятельность анастомоза основные факторы риска как и какими системами не пытались 2 первое это панкреатический проток менее 3 миллиметров диаметре или есть mpd индекс это соотношение диаметра протока к диаметру среза железы и второе это мягкая железа так называемая мягкая железа еще один фактор стал недавно то что называется крошащаяся железа если железа крошится на операции и очень трудно не удерживает шов панкреатэнтера астомоза есть авторы которые уже начинают рекомендовать профилактическую панкреатэктомию здесь было факторы риска развития фистулу тип c если первый день после операции уровень липаза выше 5000 единиц ну здесь написано третий день извините то как правило фистулу развивается тип c еще один фактор риска который уже по основе гистологии подзвучной железы показывают развитие после операционного несостоятельности основной вывод если у вас плотная железа широкий проток процент несостоятельности намного ниже чем если у вас мягкая железа и узкий проток интересный вопрос какой шовный материал можно применять я уже сказал что выпал в первый раз применил петку получил сразу же несостоятельность незума где-то в 70 80-х годах провел исследование и сказал что петку как обычный так и хромированный терять свою почту с практически на первые сутки при этом выяснилось что и большинство других нитей достаточно быстро теряет свою прочность вот эта работа уже 21 века которая показала что и викрил и адексон теряет прочность уже до 7 день пролент теряет порядка 30 процентов прочности шелк теряет порядка 30 процентов сложности иди с порядка 10 процентов точности теряет течение двух недель и и автор который писал эту работу написал что как только мы получили первые данные по викрилу практически все хирурги которые делали резекцию железы перешли на шов поле диоксоном сегодня считается наиболее удобная нить для шла пакриат дегестивного астамоза это либо поле диоксоном либо максон очень интересная работа станислава хака который делал ререзекции железы тогда когда в срезе железы в приплановой кистологии находили клетки рак у него если правильно помню было четыре операции в разные сроки начиная там с двух недель до трех месяцев и вот сравнил шов шелком шов пралином и в общем не получил достоверной гистологической разницы либо достоверная разница в воспалении то есть теоретически если говорить по результатам этой работы хотя больных очень мало можно применять лигатуры как не рассасывающий так и рассасывающий очень много работы очень много идей посвящено укреплению так называемую укреплению зоны анастамоз покряд антигестивный анастамоз считается наиболее сложной и наиболее непрогнозируемый анастамоз брюшной полости конечно хирурги думают как бы его улучшить в данной ситуации анастамоз укреплялся гелем и углю какого-то эффекта не получено в этой ситуации анастамоз укреплялся цианокриватом ну в данной ситуации дермобонд вроде бы количество патриотических фистул уменьшилось единственный вопрос что количество больных было очень мало а вру извините да количество фистул уменьшилось после этой работы из применения дермобонда для укрепления не проводить интересная работа где для укрепления анастамоза применили сетку вот сеткой взяли виде такого кольца укрыли подзвучную слезу и уже панкреат аэнтер анастамоз или панкреат акаста анастамоз нити прошивали через сетку ну не получили сколь либо значимой разницы в количестве фистул еще одна работа где укрепляли сальником причем одной пряди сальника покрывали верхнюю брыжечную вену чтобы не возникало кровотечения с нее а вторую прядь окутывали панкреат аэнтер анастамоз по этой работе достоверное снижение фистул однако дальше вот эта работа таня где исследованы все японские данные здесь было с одной стороны там где не применялся сальник 1679 больных а где применялся сальник 918 то есть в общей сложности почти 3000 поглядь дурнальных анастамоз разница не получена поэтому укрепление сальником не играет никакой роли дренирование не дренирование мы на эту тему уже в более раннем вебинаре говорили а колон вон да он один из первых сказал что при пакетной резекции дренируешь либо не дренируешь разницы не получаешь за ним то же самое сказал лим и наконец большущая работа где было исследовано около тысячи больных с панкреатодегистенными анастамозами показалось что отсутствие дренажа как правило улучшает послеоперационный результат снижается общее количество осложнений снижается естественно осложнение снижается панкреатическая фистула и снижается общее время пребывания больного стационаре вопрос дренирования на настоящее время можно сказать открытый однако в ряде случаев при стандартной операции и не проблемы на моностомозе уже достаточно много авторов говорят что можно не тренировать брюшную полость и результаты этой операции будут лучше достаточно уже широко применяется луку для наложения панкреатодегистенными анастамозами американец вада сравнил луку и операционный микроскоп при этом оказалось что если мы сравниваем послеоперационный микроскоп 12 кратного увеличения количество несостоятельности достоверно ниже с 23 процентов до 4 по сравнению с обычно лупа лупа это два с половиной увеличения количество больных здесь с одной стороны 100 с другой стороны 48 то есть достаточно большой и вывод этого автора в том что необходимо тщательно и скульпулезно в переводе на русский дотошная техника наложения панкреатодегистенными анастамоза при этом не столь принципиально какой анастамоз вы накладываете лечение после операционных и что я не буду касаться единственное что хотел сказать вот это одна работа которая показывает о том что очень маленький уровень согласия есть между ведущими клиниками которые лечат послеоперационную фистулу по основным вопросам применять или нет сантостатин когда начинать применение антибиотиков какие показания к реоперации и тогда то есть лечение после операционной фистулы до настоящее время все таки это еще не доказательная медицин очень плохие как ни странно отдаленные результаты панкреат энтера либо панкреаток гастро анастамоза если мы посмотрим то очень мало отдаленных результатов так как мы понимаем да аденокарцинома головки имеет пятилетнюю выживаемость в пределах 10-15 процентов однако все таки уже есть авторы которые смотрели больных через два года через три года через пять лет оказалось что примерно у каждого второго больного есть секреторная недостаточность либо полная структура панкреата дегестивного анастамоза либо значительное нарушение экзокрымных функций подживочное железо еще одна работа тоже редко это же на нее на ней надо знать если имеется несостоятельность если имеется после операционной фистулы при операции по поводу рака общая продолжительность жизни не меняется но достоверно раньше появляются интерпертониальные метастазы теоретически можно сказать что наличие несостоятельности говорит о том что более рано появятся метастазы по брюши таким образом что можно суммировать на сегодня на данный момент неизвестно достоверных преимуществ одного вида анастамоза между другими нету также различие между узловым и непрерывным швом хотя непрерывный шв очень мало работ повышается интерес к панкреата гастро анастамоза особенно то что называется сложные условия соответственно можно сказать что в целом наверное панкреата гастро анастамоз это анастамоз будущего на который постепенно будут хирурги переходить и основной упор стоит сделать на то что называется дотошной технике наложения анастамоза с применением лупы или что еще лучше скорее всего микроскоп хотя у меня опыта микроскопа нет на лупу я применяю стандарт спасибо большое за внимание если есть какие то вопросы пожалуйста вы можете задать в чате видно но не слышно слышно но не видно кому-то слышно кому-то не слышно спасибо спасибо вам еще раз большое мы тогда завершаем этот вебинар приходить к нам следующий раз следующий вторник будет вебинар по острому холестит спасибо насчет видео скорее всего видео будет опубликовано на сайте школы современной хирургии а единственное что не могу сказать в течение да опа уже закрыли какой анастамоз вы предпочитаете мы находимся в сети лично я на данный момент накладываю панкреата гастро инглогенационный чаще чем панкреат особенно тогда когда речь идет о мягкой либо крошащей крошащейся железа отдельная проблема по которой вообще нет окончательного мнения и может быть действительно стоит делать профилактическую панкреат эктамии слишком много осложнений мягкая железа тонкий проток панкреата гастро в моем понимании имеют преимуще еще вопрос спасибо дренировать и так и так если расширенный проток плотная железа нет если узкий проток мягкая железа как правило дренирует но запомните если вы дренируете и у вас нет особых осложнений дренаж надо удалить на 3-4 по сути дренаж вам дает четкое понимание развилась или нет фистулы после четырех дней есть работа которая показала если дренаж находится более четырех дней достоверно повышается количество интероперационных осложнений брюшной полосы инфекционных осложнений поэтому даже если вы поставили постарайтесь убрать его до четвертого дня спасибо как часто такие операции делаю по-разному какие-то годы были когда по 30 в год делал какие-то годы когда две-три к сожалению а настоможность обязательно через азии с передней стенки до какие натуративная коррекция есть стандартная рекомендация вы можете зайти на сайт и раз и стандартная операция рекомендация по переоперационному введению больных при панкреат до 1 ли резец там стандарте дается жидкое питание за два часа до операции а интеральное питание начинается через пожалуйста все уже да или еще вопрос асцит же на фоне гипопротеины миа после четырех суток вы знаете у нас не так редко больного на шестые уже отпускали домой причем на моей памяти был один больной 86 лет который на седьмые сутки колонии ветеранов прошел в калининграде после пдр не совсем так если пдр выполнена правильно по показаниям и не имеет осложнений больной в среднем стационаре проводит менее 9 суток асцит по поводу гиппо на фоне гипопротеинами и вот не так часто развивается как вам еще вопрос при диаметре протока менее трех миллиметров я уже сказал я лично сейчас отдаю преимущество панкреата гастром астронозе наклады его двухрядном с полным погружением всего связи железы в просвет желудка процент осложнений в нашей клинике если все осложнения учитывать то около ста процентов но вы учитываете пневмонию панкреатическую фистулу тип а и так далее инфекционные осложнения и все остальное если говорить средняя продолжительность пребывания больного в пациентаре ну на данный момент по крайней мере по данным когда мы считали это было года два назад это было порядка 12 дней диарея при расширенной лимфодисекции расширенной лимфодисекции сегодня не показано при раке подзвучной железы как не имеющая преимущество а стандартная лимфодисекция с денервацией половины верхней брюшечной артерии диарею дает не так часто переоперационное введение сантостатина не влияет совершенно на частоту несостоятельности и вопрос мобилизации лично я применяю только на уточь но это уже последние годы я думаю что какая-то ближайший вебинар будет посвящен именно технологии мобилизации технологии но уточь мобилизации как при раке головки таких раки хвоста вы знаете нету таких работ что влияет или не влияет подряд интернастомоз на она на развитие частота несостоятельности вот по нашим данным но я не нашел упоминания хотя есть только отдельные упоминать на частоту несостоятельности влияет затрудненный отток в отводящей петле и вот если вы наложили панкреата энтера гипатика энтера далеко друг от друга то вот эта петля между по ряд от этого и гипатика это может дать двухстволку и возникла несостоятельность если вы после гипатика энтера анастомоз а петлю проводить через окно в брюшеке это окно очень маленькая вы сумели создать повышение давления будет несостоятельность именно панкреат и так далее Обратный кохер маневр при науточке технологии стандарт. Это стандарт. Поэтому, конечно, применяются. Но мы с вами ушли от темы вебинара, которая называется анастомоза и пришли к другой теме, которая называется мобилизация. Еще вопросы?